Добрый день. Водитель нарушаем. Кого я нарушил? Кого я нарушил? Ой, не узнал, не узнал у вас. Добрый день. А при чем тут узнал, не узнал? Да, все, ладно, всего доброго. Не, 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 пацаны, стойте. Вы сейчас только что припанули водителя, за что? За то, что он остановился в зоне действия знака 3-3-4. А чего вы взяли что-то? Мы его еще предупредили, потому что он еще подъехал, я говорю, здесь не останавливайтесь, хорошо. Он отъехал буквально через 20 метров, я подхожу, но он стоит. Блин, ну я же предупредил его реально. Как бы не то, что там по беспределу пошел, выписал, ну такое. Ну мне просто что-то интересно стало, при чем тут узнали вы меня, не узнали меня. Тут нету как бы какого-то там привилегий. Да, понятно, что нету. Понимаете, что такое знак 3-3-4? Ну что такое знак 3-3-4? Он запрещает остановку в стоянке. Конечно. Ну. А чего вы взяли, что тут вообще нельзя останавливаться? Ну, вообще можно, но как бы уважительная причина должна для этого быть, понимаете? Ну, человека ничего не поломает. Человек, ну, сам признался, что ну да остановился, ну как бы не вопрос. Тем более я же предупреждал его. Предупредил, хорошо, говорю, здесь стоять нельзя. Вы его предупреждаете, он уезжает. Он уехал, буквально через 50 метров я пока дошел, но он уже стоит. Я ему сказал, что по Сумской парковаться нельзя с двух сторон, потому что это полоса для движения. То есть вы перекрываете полосы для движения, из-за этого появляются здесь пробки. Я тут вставку сделаю, тут нету полосы для движения. Ну, как бы улица ужас становится, когда запаркована по над бордюром, понимаете? Пробки из-за этого. Я объясняю, здесь нету той полосы для маршрутных транспортных средств. Не, не, не для маршрутных транспортных средств. Чтоб две полосы ехали, мы обычные автомобили. Тут нету двух полос. Не, ну нету, я вижу, как бы, ну, вообще, как бы, по идее. По идее, по идее, по идее, я же говорю, по идее. Смотрите, ну, знак же висит. Ну, то. И что, ребят? С 7 до 9 парковаться в зоне действия знака, ну, нельзя. Не вопрос. Не вопрос. Только есть тут много очень таких нюансов, которых вы даже не знаете. Может быть. Просто я не знаю, как люди у нас еще безграмотные не могут на, как говорится, на свое обвинение дать аргумент, понимаете? Ну, понимаете, как бы, не все, не все начитаны, как вы, по этому. А при чем тут начитаны, не начитаны? Ну, при чем здесь это? Тут довольно можно... Не, ну, что, ну, человек нарушил. Ну, я же не просто так подошел, поймите тоже, ну, не просто так подошел. Реально, ну, есть так. А у вас видео есть, где вы его предупреждаете? Видео, где предупреждаете? Нет. Нет, где предупреждание, нет. Ну, и все. Ну, и все. Как вы ему можете тогда рассказать, что вы его предупреждали? Допустим, даже если он в суд придет. Даже если он в суд придет. Ну, придет его право. Ну, уже, ну, не буду тогда, ну, что я сделаю. Я, вот, он подъехал, я по-человечески его предупредил. Говорю, ну, паркуйте, здесь нельзя парковаться. Через 50 метров он опять запарковался. Ну, как бы, блин. Я считаю, что... Я уже задолбался бороться с этими знаками 3-3-4. Вы либо делаете нормально, либо просто подходите, говорите, уедьте, уедьте, уедьте. Я так и делаю. Я так и делаю. Я всегда по-человечески не жалко людям писать нормальным, даже, я вам скажу, не жалко писать нормальным людям штраф. Я же, там штраф от того, грубо говоря. Не, ну, все равно 2-55 гривен. Что, это большие бабки? Ну, знаете, люди просятся, то есть, не бывает. Я вообще, я удивляюсь, почему у нас народ такой, что возмущается, вот, мне не надо штраф, не нужно штраф. Ладно, раньше были протоколы. Там еще можно было понять, что дело пойдет там в суд, либо... Да, да. Сейчас, как бы, я не понимаю, что там 225 гривен, ну, заплатишь ты, ничего страшного. Некоторые понимают, почему не нужно, как бы, получать штрафы. Понимают, конечно. И мне ж удивилось, как вы еще там в жесткой форме разговаривали. Вот это, по-моему, да, вон. Не, не в жесткой, я просто объяснял ему, то есть, он, как бы, знаете, оно тоже... Да, да, я припарковался, а потом, когда уже человек начинает переобуваться, ну, как бы, скажите уже по-мужски, то есть, то у меня уже потом начинает то нос, то машина поломать, уже тысячу причин, ну, понимаете, мы же не в детском садике. Я могу их миллион таких, кстати, придумать, то есть, ну... Не, а при чем тут по-мужски? Ну, вот я вот не могу понять, при чем тут по-мужски. Ну, просто уже, он подъехал раз, смотрите, я его предупредил, он отъехал. Ну, я подошел, как бы, говорю, ну, вы с нарушением припаркованы. Он начинает уже придумывать причины, уже начинаются причины, вот это причины. Ну, скажи ты уже, ну, да, нарушен, все, я уехал, все, я поехал, быстрее, да, вот все. Начинает то кровь, то жена, то понос. Ладно, другой, другой вопрос, а вы, когда вас ловят на чем-то, вы признаете свои ошибки? Конечно. Ну, может, вы, да, другие, нет. Ну, если оно уже вероятно, если вот уже реально вероятно, то да, ну, смысл, ну, я не люблю, так, знаете, ну, как-то переобуваться вот это. А вот если уже виноват, то виноват. Я, вот, у меня много практики из того, что, и сколько я ловил ваших коллег, ни один не признал свою вину. Ни один не понес постановление. Ну, сейчас, я думаю, добьюсь, у меня есть одно заявление. Ну, я вам сейчас скажу, что я не буду кричать, что все копы там отличные люди, это человеческий фактор, поэтому я не буду говорить так. Может быть, как бы, не знаю, не буду за других говорить, я говорю за себя, поэтому... То бишь, вы сперва подходите к водителям, говорите, что тут... Да, да, я вот честно вам скажу, мне реально жалко, мне реально жалко, ну, писать людям штрафы. Просто, бывает, люди выпрашивают, то есть, тоже штраф, когда, типа, прошайка, вот эти оскорбления. Я же подхожу нормально общаюсь, я же без наезда, все, объяснил, то, и все, как бы. Когда человек начинает тебя оскорблять, как-то... Такая вот херня идет, ну, один из тысячи такой, но он есть, попадается. Поэтому, ну, как тут не написать, ну, реально. Ну, обычно я так и говорю. Ну, вы, да. Ну, опять же, нет, опять же, вы говорите не всем, я вот заметил... Так, мне интересно, интересно. Нет, смотрите, в чем вопрос, вы говорите, когда человек это заслуживает, я просто смотрю. Когда реально есть какие-то уже личные, непринятные... Когда с вами по-человечески, ну, вы тоже по-человечески. Красава, пять баллов. Сталкивался с вами неоднократно. Пять баллов. И когда с вами по-людски, тоже, ни камер, ничего нет, поэтому сюда надо по-человечески. Я считаю, что нужно по-человечески. Красава, красава. Один единственный, который понял, почему я себя, как быдло, веду. Ну, да, ну, оно ж видно, как бы, ну, это ж тут надо быть. Ну, когда на вас будет, понятно, и вы будете, защитная реакция, мы ж те люди, и это ж понятно, поэтому... Я это понимаю, это видно по видео, но я, как бы, смотрю вас, как бы, тоже подписан на надзор, как бы. Есть, как бы, даже те моменты, когда, в принципе, я даже, ну, не могу так сказать, ну, в принципе, я согласен с вами, в некоторые моменты бывают копы перегибают, поэтому... Я тоже сталкивался с таким, как быдло-копы, даже уже будучи тоже полицейским, тоже сталкивался, поэтому... Я вас понимаю, как бы, есть моменты, да. Все, я уезжаю. Да, всего доброго. Друзья, ну, вот, один единственный полицейский, который понял, почему я так себя веду. Не потому, что я-то хочу, а потому, что действительно полицейский заслуживает этого. Мы не знаем фамилию этого полицейского, который со мной только что беседовал, но сам факт, что... Он дал понять, что он, как бы, нормальный. Ну, там дальше мы посмотрим. Он понимает, почему так ведут себя полицейские. Он понимает, почему так ведут себя блогеры. Но он понял, он понял, и, как бы, я считаю, ему нужно поставить лайк. И он правильно сказал, что подходит, предупреждает. Но мы это опять же, это все, что мы с вами услышали, мы проверим потом. Я даже не спрашивал его фамилию. Я догадываюсь, кто это. Я догадываюсь, какого-то батальона, с какой-то роты. Поэтому я его озвучивать не буду. Считаю, не нужен. Поэтому вот один единственный, который, как говорится, понятливый. Поэтому поехали дальше. Будем смотреть, что у нас из этого всего будет выходить. Так что, как-то так, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!